Держать ответ перед судом пришлось молодому человеку, жителю городского посёлка Логишин. На его лице никакого волнения, возможно потому, что парень уже был участником судебного процесса. Правда, за другую провинность перед законом, кражу имущества. Новое разбирательство, к которому причастен подсудимый, проводилось за уклонение им от мероприятий призыва. Серьёзное нарушение, в чьём в нашем регионе ежегодно увлечаются, к сожалению, не единицы молодых людей. Это количество небольшое, то есть 7 человек, 9 человек, до 20 человек. Но, к сожалению, ни один, ни два пока не получается. В прошлом призыве, да, это менее 10 человек, но тем не менее эти ребята есть. Работа эта ведётся постоянно, она не прекращается никогда. Был на заработках в России, по разным причинам не удавалось найти время, чтобы выполнить требования мероприятий призыва. Такими отговорками подсудимый оправдывал свои действия. Увы, все они – незаконные аргументы, чтобы получить отсрочку или освобождение от службы в армии и избежать печальных последствий. Как показывает практика, таким образом, прикрываясь надуманными и несущественными ситуациями, уклонисты поступают довольно часто. Каких-то объективных, сложных таких отговорок, да, скажем так, наверное, в моей памяти не звучало ни разу. Если есть какая-то очень серьёзная причина, да, что посподобило этого человека, допустим, какие-то семейные обстоятельства, как правило, люди приходят. Иногда человек, может, сам не зная, он имеет право на отсрочку по семейному положению, исходя из своей сложившейся жизненной ситуации. А вот что, по мнению сотрудников прокуратуры, лежит в корне такого явления, как уклонение от службы в армии. Во-первых, это сама беспечность наших граждан, которые проявляют зачастую несознательность к своему долгу, как гражданина Республики Беларусь. Во-вторых, это недостаточность профилактической работы со стороны субъектов профилактики и разъяснения как воинского долга, так и возможных последствий в виде административной и уголовной ответственности за уклонение от мероприятий призыва. Можно сказать, молодому человеку отчасти повезло. Свою вину он полностью признал, уже никак не оправдывался и молча выслушивал судебный вердикт. Надо сказать, довольно мягкий. Признать виновным в уклонении от мероприятий по призыву на воинскую службу, то есть совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 435 УК Республики Беларусь, и назначить наказание в виде общественных работ сроком на 300 часов. А ведь подсудимый мог бы отправиться за решетку на вполне реальный срок. Но для этого нужны более отягчающие обстоятельства. Присутствующие на процессе молодые люди должны сделать определенные выводы и помнить, что такие шутки с законом могут иметь самые серьезнейшие последствия. В этом случае стоит прислушаться к предупреждениям. Практика показательных судебных процессов над уклонистами продолжится. В том числе будет применяться их регулярное освещение во всевозможных средствах массовой информации.